Всем привет! Вы на канале ВМЗАП. Сегодня у нас КИА ПРО СИД, 20-й год, проблемы с сцеплением. Здесь у нас 1.6 турбо с 7-ступенчатым сухим роботом D7UF. Это у нас редкий автомобиль для нашего рынка. В основном эти версии у нас 1.6 с 6-ступенчатым автоматом. Особенность данных коробок это проблемы с сцеплением в районе 100 тысяч километров пробега. Она проявляется как пинки, толчки, пробуксовки. Так можно ездить долго. На данном автомобиле владелец проехал 102 тысячи километров. С его слов с проблемой, что периодически коробка пинается, ведет себя неадекватно. Во время выполнения тестовой поездки ничего не проявилось сверхъестественного. Обычные резкое включение периодически. Это нормально. Но в процессе выполнения адаптации адаптация не проходит. С третьего, с пятого раза не проходит. Судя по всему, что-то все-таки есть проблема какая-то с сцеплением. Сейчас будем снимать, разбирать, смотреть. Сняли коробку. На первый взгляд нам в глаза бросается. Разный выход штоков, актуатор сцепления. То есть у нас одно сцепление больше изношено, диск сцепления, чем второй. Дальше здесь у нас картина такая, да, изношена. Выработка инфекционов была там. Ну, видна крошка, она вся свалилась туда-вниз сейчас, пока мы так крутили ее. Все это дело. Сейчас снимем сцепление, посмотрим, что там дальше у нас. И не видим. Как оно там рассыпалось. Больше всего его вот здесь. Походу, что-то с материалом не так. Что какой-то износ странный. Один под зажатый диск, да? Да, один диск на свободно ходит. А второй прям там чувствует, что он зажат. Ну, эта штука неразборная, меняется целиком. Да, меняется в сборе. Мы здесь будем менять и сцепление, выжимные, вилки. Потому что у них есть проблемы с подклиниванием на оси. И маховик. Пойдем маховик смотреть. Да, пойдем. Что там у нас с маховиком? Маховик у нас современный, с маятниковым механизмом. Меняем все сразу, чтобы больше сюда не лазить в следующие 150 тысяч километров. Проблема у нас была по адаптации. Не проходила адаптацию. То есть ездил в каком-то режиме полуаварийном долго. Сейчас все адаптации пройдены. Все работает штатно. Все как должно быть. Сейчас заключительный тест-драйв. И отдаем автомобиль. Как тебе в целом машина? Шикарная тачка, шикарная. Тест-драйв. Сейчас посмотрим, как двухметровый человек помещается на заднем ряду хэтчбека. Ну, впритиручку, скажем так, да? Ну, и впереди кресло до конца. А, ну да, впереди излучительное расстояние. Что, поехали? Да. Делись впечатлениями. Так, ну что, старт неплохой стал. Без рывков, опять-таки, дергань, переключение плавно. Посмотрим, как на дороге будет себя вести. Ну, и в целом, по салону, скажем, сидеть комфортно достаточно. Кремат-контроль со своими обязанностями справляется, ухлаждает хорошо. Погода в Москве радует сентябрьская. Сколько за бортом? Плюс 24 показано. Звук. Это в спорт режиме. Здесь звук регулируется. Даже надо сжать кнопочки. Под мост поедем? Туда достаточно? Да, достаточно, я думаю, направо. Давай, что-то не ждать. Километр туда-сюда. Раскочим. Вообще мягенько, да? Красиво. Да, при интенсивном ускорении также переключение происходит плавно, без рывков и подерганем, что было ранее до замены. Ну, в общем-то, мы справились, скажем так. Да, справились. И, можно сказать, уже какая-то статистика, вот в районе соточки, готовится к такому мероприятию в виде замены комплекта сцепления вместе с вилками и с муховитвом. Полный комплект. И еще соточку ездить и радость. И еще соточку ездить, да. Если в целом пробег в год, ну, тысяч 15-20, средний такой статистический пробег, то на 5 лет вполне себе. Поэтому не так уж это все и страшно, да? Да. Зато при работающем, да, вот как вообще, представляешь, отличается и управляемость, и ощущение от управления автомобилем. Да, ну, в целом, комфортно и приятно. Ну, и на этом, наверное, будем заканчивать. Да, поэтому, если вдруг у вас возникли какие-то проблемы в обслуживании, в ремонте, в эксплуатации данных автомобилей, прошу обращаться. Будем рады вам помочь. Ну, все. Всем пока. Подписывайтесь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...